Глава 4. Лаборатория. Часть 2. 7.04.04.04.2015. Восточный коридор B3F. Улыбка Чарльза Шэня была широкой и искренней, когда он подходил к лаборатории Стардаст. Стоящие возле двери охранники при его приближении насторожно посмотрели на него. Инженер почувствовал приступ веселья, увидев, как их ноздри затрепетали от запаха кофе у него в руках. «Доброе утро, мальчики! Не думал, что вы будете здесь этим утром. Если вы завтра работаете, я захвачу термос», — приветливо сообщил паре Шэнь, и на их лицах появилось выражение благодарности. «Или забегите в инженерный после смены. У ребят есть кофе, способный прожечь дыру в бетоне. Один глоток, и вы не спите днями». Эта фраза вызвала у охранников ухмылку, и инженер вернул ее им, открывая дверь и проходя внутрь. Внутри присутствовали Джоэл и Ким, выглядевшие более чем обеспокоены. «Проблемы?» — спросил Шэнь, подходя к ним. «Оба ученых посмотрели вверх, потом друг на друга, а затем на Шэне». «Ну, теперь, когда вы здесь, надеюсь, что нет», — ответила Ким с ноткой неуверенности в голосе. Шэнь молча приподнял бровь, и Ким продолжила. «Доктор Миллс вчера поговорил с Твайлайт и многое узнал о расах ее мира». Не надо было уметь читать мысли, чтобы заметить толику раздражения в ее объяснении, и Шэнь подавил смех. Похоже, Джоэл все-таки сумел отыграться в их маленькой игре. А в ходе их беседы доктор Миллс спросил, не сможет ли Твайлайт предоставить иллюстрации для обсуждаемых ими существ, и она согласилась. С тех пор она только этим и занимается. Твайлайт уже девятнадцать часов представляет иллюстрации доктору Миллсу, а на ногах и вовсе двадцать четыре. Выражения лица Ким чередовались между беспокойством и яростными взглядами в сторону коллеги. Джоэл пытался уговорить ее сделать перерыв, но она настаивала на продолжении работы до тех пор, пока не каталогизирует всех. «Мы надеялись, что вы сможете с ней поговорить. Я посмотрю, что смогу сделать». Без лишних слов инженер пошел в сторону двери в жилище Твайлайт, в то время как ученые направились к наблюдательному пункту. За дверью оказалась метель, разбросанных повсюду бумаг с бесчисленным множеством ярких и экзотических изображений. Шень осторожно начал пробираться через них навстречу Твайлайт. «О, привет, Чарльз. Я вчера встретилась с одним из твоих друзей по имени Джоэл Миллс. У него было множество вопросов об эквестрии, и пони, и грифонах, и драконах, и зебрах, и ченджингах, и выпалила на одном дыхании Твайлайт, не поднимая глаз, и остановилась только для того, чтобы сделать глубокий вдох. И когда это произошло, ее голова медленно, точно в фильме ужасов, повернулась к Шеню. Грифа единорожки была растрепана, а глаза маниакально блестели. «Это... это кофе?» Прежде чем инженер успел бы ответить, возникла вспышка, и бам! Твайлайт стоит перед ним. Вытесненный воздух сбросил собранные бумаги на пол под аккомпанемент тихого клацания о стол теперь уже забытого карандаша. «Ты... ты принес мне кофе? Ох, Чарльз, ты самый лучший пони... самый лучший человек на свете! Кофе — это как раз то, что мне и требуется, чтобы закончить все эти иллюстрации для Джоэла. С текущим темпом мне нужен всего лишь еще один день! Твайлайт! Думаю, Джоэла будет очень тяжело представить некоторые из видов, которые я упоминала. Он старался изо всех сил, но порой, полагаю, иметь картинку перед глазами, когда мы обсуждаем что-то новое. Самый лучший способ. Новые виды, новые концепции, все новое! Твайлайт! Поначалу я боялась, что не смогу оказать помощь или быть полезной, но теперь я рада, что могу так сильно помочь Джоэлу. Он сказал, что мне сегодня посетит еще один друг, так что мне надо успеть сделать это, иначе либо работа Джоэла, либо работа этого нового друга будет задержана. А я не хочу, чтобы что-то было задержано! Твайлайт! Твайлайт! Резкое слово прервало тараторющую единорожку, и в маниакальном взгляде появилось немного насторожности. Шень просто улыбнулся и вытащил свою козырную карту. Твайлайт! Я уверен, что ты, как библиотекарь, не упустишь шанс прочитать популярную книгу из моего мира. Она повествует о молодежи и была прочитана миллионами по всему миру за прошедшее десятилетие или около того. Джоэл предположил, что тебе, возможно, захочется ее прочитать, пока он просматривает все сделанное на тобой на текущий момент. И инженер вытащил потрепанную временем книгу с мягкой обложкой, передав ее единорожке. Ее глаза расширились еще сильнее, и она взяла старую потускневшую книгу, прежде чем опять посмотреть на Шене. «Да!» — выкрикнула Твайлайт, и потрепанная книга взлетела у него из рук. «Стоп, нет! Я не упущу подобные возможности! Спасибо, Чарльз! Спасибо, 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 спасибо!» И опять с маниакальным блеском в глазах она направилась обратно к столу, но была остановлена новой фразой Шене. «Лечь на мне рабочий стол никогда не казался удобным местом для чтения. Обычно я для этого использую кровать, а ты абсолютно прав. Ты такой умный, Чарльз! Все люди такие умные, как ты! Ты знаешь так много о столь многом!» Единорожка изменила курс в сторону кровати, запрыгнула на нее и меньше, чем через десять секунд заснула. Книга упала возле, когда магия рассеялась, и Чарльз, понимающий, улыбнулся одностороннему зеркалу. Как раз в тот момент, когда Чарльз поставил чашку с кофе на стол и начал прибирать разбросанные бумаги, дверь открылась, впуская тихо вошедших ошеломленных ученых. Это было гениально! Все, что смог выговорить Джоэл, начиная помогать с уборкой. Троица тихо собирала разнообразные изображения, не говоря ни слова, и инженер лишь изумлялся красочности и детализированности каждой из них. У него в руках было изображение существа такого же вида, что и Твайлайт, белые единорожки с безукоризненно уложенной лиловой гривой и взглядом, который, казалось, буквально передавал радость. В правом нижнем углу иллюстрации находилась стройка алмазов, совпадающая с рисунком на боку пони. Не волнуйтесь о сортировке, я сам этим займусь. Похоже, я недооценивал нашу новую коллегу, когда просил ее пару изображений. Второй раз я подобную ошибку не совершу. Усмехнулся Джоэл, добавляя лист в свою стопку. Он бросил быстрый взгляд в сторону Ким, которая до этого собирала бумаги вокруг кровати, но сейчас просто стояла на месте, очарованная видом спящей единорожки. — Не будет здесь десятка уровней секретности и пожизненного приговора, я бы обязательно сделала фотографию и отправила своим племянницам. — Они бы обожали меня всю жизнь, — прошептала она перед тем, как кивнуть головой и продолжить собирать листы. Чарльз с Джоэлом усмехнулись, и ни один из них не стал бы спорить, что развернувшаяся перед ними картина была, вероятно, самым милым зрелищем за последние месяцы, полные ужасающего кровопролития и тяжелой работы на благо Икском. 14.23. 04.04.2015. Лаборатория Стардаст. Твайлайт надрывалась над рабочим столом, пытаясь выполнить очередное порученное ей задание. Ничто больше не имело значения. — Ничто! — Твайлайт! — услышала единорожка голос Спайка у нее за спиной. — Твайлайт, ты забываешь кое-что очень важное. Она обернулась попросить Спайка конкретизировать, но вместо пухлого дракончика перед ней оказался огромный жук с ногами-клинками, мчащийся прямо на нее. Миг спустя он был уже возле нее и тянулся к ней обогренными кровью лапами. — Здесь небезопасно, Твайлайт! — произнес монстр голосом Спайка, прежде чем быть размазанным в кровавую кучу подергивающихся конечностей. — Зачем ты это сделала? — спросил он. Единорожка посмотрела вниз и увидела искалеченное тело своего помощника, смотревшего на нее обманутыми глазами. — Я думал, мы друзья! Она пыталась отшатнуться, закричать от ужасного осознания того, что натворила, и ее глаза распахнулись. Исчезла искалеченная тела Спайка. Кровать, зеркало, стол. Все становилось все более и более знакомым, пока Твайлайт вспоминала недавние события. Я рисовала для Джоэла, затем меня посетил Чарльз и дал мне книгу, а потом... Взгляд Твайлайт упал на лежащую возле нее потрепанную книгу с мягкой обложкой, и кусочки пазла собрались в единую картину. — Ах, умно, Чарльз. — Очень умно. Раздражение Твайлайт от того, что ее работа была прервана, а также от ужасного ночного кошмара, было быстро вытеснено неохотным осознанием того, что она, возможно, переборщила. — Сдержанность, глупая кобылка, сдержанность! То, что ты можешь работать дни напролет без сна, не означает, что ты должна это делать. Люди теперь, наверное, считают меня спятившим трудоголиком. Единорожка почувствовала приступ иррациональной паники, но смела быстро взять себя в копыта. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, она осмотрела комнату. Хаос, который она смутно помнила, исчез. Все разбросанные прежде иллюстрации были аккуратно сложены в стопке на столе вместе со свежим набором ручек и цветных карандашей, а также глубокой тарелкой разнообразных фруктов с лежащей под ней бумагой. Бумага была покрыта человеческими надписями вместе с грубым рисунком того, что она опознала, как изображение Джоэла с одной вытянутой рукой, четырьмя сжатыми в кулак пальцами и пятым направленным вверх. Твайлэд понятия не имела, что этот жест должен был означать, однако карикатурная улыбка на нарисованном лице явно символизировала что-то позитивное. Глаза Твайлэд вернулись к тарелке и остановились на винограде. Одна ягода вылетела из миски к ней в рот, когда она запрыгнула на стул. Она как раз начала пытаться дешифровать записку, когда дверь зашипела и внутрь вошло два человека. «Добрый день, Твайлэд!» — поздоровался Джоэл с улыбкой полной облегчения. «Надеюсь, тебе хорошо спалось? Это нормально для твоего народа работать столь долго перед сном?» Как и вчера на нем был бейдж с идентификацией и белый лабораторный халат, под которым находилась одежда, схожая с таковой у Чарльза — земные оттенки и красный галстук. Как и Чарльз, он был почти безволосым, однако на голове у него было гораздо больше сидеющих волос. Очки, поблескивающие у него на носу, также имели отличный от таковых у Чарльза стиль. Новый человек сказал что-то, что Твайлэд не смогла понять, и глаза единорожки начали изучать его. Он был немного ниже, обладал большим количеством черных, как уголь волос на голове, и его лицевая структура и тон кожи тоже были другими. Еще новоприбывший был гораздо уже в плечах. — Это Чарльз имел в виду, когда говорил о различных расах? Или это женщина? — задумалась Твайлэд, прежде чем вернуть свое внимание обратно к разговору. — Ну, не совсем. Большинство пони обладают более традиционным графиком. Работают днем, а ночью спят. У меня же, когда я начинаю работать над каким-нибудь проектом, появляется тенденция к несколько излишнему рвению. Мои друзья пытаются убедить меня воспринимать все спокойно, но иногда я забываюсь. — Самокритично посмеялась Твайлэд и дотронулась до головы копытом. — Надеюсь, то, что я успела сделать, смогло помочь твоей работе, Джоэл? — Рад это слышать. Твои рисунки до сей поры были очень полезны. Я воспользовался возможностью отсканировать их все в базу данных и конкретно сейчас добавляю в нее все мои вчерашние заметки. Должен признать, ни разу за всю карьеру я не думал, что мне доведется говорить о единорогах с единорогом. — Быстро ответил Джоэл с улыбкой, которая была на самую маленькую толику неуравновешена. Вопреки своей воле Твайлэд спросила. — И почему же? Прежде чем ученый успел ответить, новый человек демонстративно откашлялся, посмотрев на Джоэла пронзительным взглядом. — А, боюсь, это было весьма грубо с моей стороны. Джоэл извинился перед новоприбывшим и опять повернулся к ней. — Это доктор Ким Нго, одна из моих коллег. Как я вчера упоминал, моей сферой является ксенобиология. Ким же специализируется в бихевиоризме. Она бы хотела с тобой обсудить пару вещей. Я побуду переводчиком. — Переводчиком? Зачем? Я без проблем могу применить заклинание переводой к ней. — Боюсь, проблема есть, но с нашей стороны. Или это может быть проблемой. Мы пока не знаем. Неуклюже пытался подобрать слова Джоэл, но затем сделал глубокий вдох и собрался с мыслями. Я понимаю удобство подобной возможности, но до тех пор, пока мы не будем на сто процентов уверены в отсутствии негативных побочных эффектов, мы считаем, что стоит ограничить круг подверженных этому явлению людей. Обеспокоенность проступила на лице Твайлэд. Дома заклинание перевода используется уже тысячелетия, и я не могу припомнить ни одного пони, которому они причинили бы вред. Я полностью согласен с тобой, Твайлэд. Но эти твои способности — это магия. Это абсолютно новое для людей явление. Исходя из того, что ты рассказала Чарльзу и мне, магия находится везде и повсюду, поэтому ваши тела и организмы, скорее всего, приспособились к ее присутствию. Насколько нам известно, это первый случай столкновения человеком с магией за всю нашу историю. До тех пор, пока мы не поймем, как наши организмы будут реагировать на ее воздействие в долгосрочной перспективе, «Ограничения выглядят разумными. Надеюсь, ты понимаешь». Я и правда не думала об этом. Призналась Твайлэд с сомнением, однако кое-что в его объяснении привлекло ее внимание. «Но это невозможно, чтобы вы никогда не были подвержены воздействию магии. Магическое поле дома находится везде и во всем, и здесь оно тоже присутствует. Справедливо, здесь оно очень застоявшееся и спертое, словно его не использовали веками. Думаю, лучшей аналогией, которая приходит мне на ум, будет воздух в старом доме, который не открывался и не использовался годами. Но он спертый». Твайлэд поморщилась от своей попытки объяснить, как описать ощущение магии тому, кто не может ее использовать. «Кажется, я понимаю. Уверен, завтра у Мойры будет множество вопросов об этом». Ответил Джоэл после нескольких секунд записывания заметок. Прежде чем Твайлэд успела бы задать свой вопрос, он продолжил. «О, Мойра еще не нанесла тебе визит. Она очень дотошна в подготовке к нему и хочет узнать о тебе все, что только сможет перед тем, как встретиться лично. А сейчас Ким хотела бы задать тебе несколько вопросов, хорошо? «Я не против. Не возражаешь, если я буду делать записи». И когда вопрос был задан, небольшая стопка бумаг и ручка взлетели со своих мест и зависли перед Твайлэд. Джоэл приподнял бровь и обменялся взглядом с Ким. «Делать записи зачем?» «На самом деле причин несколько. Я первая пони, покинувшая свой мир, поэтому, если я когда-нибудь смогу вернуться, мне бы хотелось иметь детализированные записи всего, что я видела. Даже на основании уже увиденного я могу написать как минимум две книги». Выражение лица Джоэла сменилось на обеспокоенно. А Ким начала морщиться, не понимая происходящей беседы. Твайлэд продолжила. «Я также хотела бы изучить ваш язык. Я не знала, что мое незнание его настолько неудобно для вас, и с моей стороны это было несколько черство предполагать, что все нормально, просто потому что для меня все было удобно». Ким задала вопрос, и Джоэл ответил. «Она хочет изучать английский». Глаза Ким расширились, она что-то ответила, и мужчина-ученый повернулся к Твайлэд. «Если ты хочешь этим заняться, мы могли бы предоставить тебе некоторые инструменты в помощь». Предложил Джоэл, и Твайлэд с готовностью закивала. Вот и чудно. А теперь, боюсь, Ким достаточно долго ждала, чтобы задать свои вопросы. Так что, полагаю, пришла пора немного сменить тему. Твайлэд ожидала вопросы, подобные тем, что задавал Джоэл, но оказалась приятно удивлена, обнаружив, что их тема больше склонялась к культуре пони, правительству и истории. Исследователи потратили минуту на небольшие дебаты, когда Твайлэд объяснила, что такое кьюти-марки и как пони их получают. Несколько иллюстраций оказались очень кстати, особенно те, что изображали принцесс и ее друзей. «Метко этой пони являются воздушные шары, но ты сказала, что она пекарь», — спросил Джоэл, взяв в руки картинку с Пинки Пай. «Боюсь, мы не видим связи между воздушными шарами и выпечкой». Ну, талант Пинки Пай, вечеринки и организация мероприятий. И зачастую она сама обеспечивает едой свои мероприятия. Открытия побочных навыков, оказывающих поддержку основному, не являются для пони чем-то необычным. Рэдити, например, умеет находить драгоценные камни, которые она использует для создания особых нарядов. Твайлайт указала на рисунок умопопронщительной кобылы, а затем указала копытом уже на себя. «Моим особым талантом является магия, однако едва ли мне бы удалось добиться в ней полного успеха, не умея запоминать арканные формулы». Джоэл перевел объяснение Твайлайт Ким, записавший полстраницы заметок, и указал на изображение Селестии, Луны и Кейденс. «Эти трое... оликорны», — спросил он, запнувшись на последнем слове. «Их метками являются звезда, полумесяц и сердце. Что они означают?» «Метки принцессы Селестии и принцессы Луны отражают их контроль над Солнцем и Луной. Они используют свои магические способности, чтобы поднимать их каждый день и каждую ночь», — пояснила Твайлайт с улыбкой. Джоэл перевел это тоже с улыбкой, выглядевшей несколько покровительственно, и Ким написала всего пару строк. «А это принцесса Кейденс, моя сиделка и жена моего брата. Ее стихией является Сила Сердца, и она может вдохновить на лучшее каждого пони, увидевшего ее». Переведя эту фразу, Джоэл спросил. «Сила Сердца» звучит несколько абстрактно. Можешь привести для нас несколько примеров того, как это работает? Ну, когда я была маленькой, на улице была пара драк, и она использовала свою силу, чтобы заставить их прекратить драться и снова стать друзьями. Когда король Сомбра напал на Кристальную Империю, она использовала свою магию, чтобы подарить каждому пони надежду и счастье, которые требовались, чтобы противостоять ему. Сомбра черпал силу из отчаяния и страха, а магия Кейденс вызвала противоположные эмоции у его предполагаемых жертв, что дало нам достаточно времени, чтобы навсегда покончить с ним. Джоэл перевел слова Твайлэ для Ким, и она дописала заметки до конца страницы и начала следующую. Женщина-ученая задала целый поток вопросов, на которые Джоэл начал было отвечать, но затем смущенно улыбнулся Твайлэд. «Извини, мы на минутку», — быстро произнес он, и оба они встали и направились в дальний конец комнаты, где начали бурно перешептываться друг с другом. Ким списала еще как минимум одну страницу в дополнении к уже имеющимся записям. Твайлэд уже собралась было задать им вопрос, когда оба ученых развернулись и возвратились на свои сиденья возле стола. «Прости за это, Твайлэд», — извинился Джоэл. «У Ким было несколько теорий, которыми она меня быстро забрасывала, так что...» Мужчина замялся до тех пор, пока Ким не выстрелил еще одним вопросом, который он перевел. «Ты упоминала, что эти метки появляются, когда подросток открывает свой особый талант. Можешь подробнее описать этот процесс?» Твайлэд постаралась скрыть свое подозрение от смены темы, но все равно ответила. «Ну же, ребята ходят в школу, где узнают основы, которые пригодятся им, когда они станут взрослыми. Вырастая, они часто обнаруживают, что им нравятся определенные занятия, или что они проще приобретают определенные навыки. Когда они осознают, что это за навыки, появляется Кьюти Марка. Есть тройка знакомых мне юных кобылок, которые обладают кое-какими очень неплохими навыками, но они все еще не осознали, что то, чем они занимаются, и есть то, что у них лучше всего получается. Как раз в тот момент, когда Твайлэд собиралась продолжить, дверь опять отворилась, открывая взгляд у еще одного человека, в котором Твайлэд по его фигуре, более схожий с таковой у Чарльза и Джоэла, чем у Ким, быстро определила мужчину. В отличие от предыдущих виденных ею людей, этот носил почти обтягивающую рубашку бронзового и оливкового цветов с короткими рукавами и эмблемой спереди. Его свободные и имеющие множество карманов штаны были зеленого цвета, который не очень хорошо сочетался с бежевыми ботинками. Наиболее примечательным было выражение его лица и поза. Одна рука была вытянута в сторону дверной панели, чтобы открыть ее, и, очевидно, так и замерла на месте. Карии глаза были широко раскрыты и неотрывно следили за Твайлэд. Его бледная кожа была бела, как снег. Почти пять секунд продолжалась эта странная сцена. Твайлэд и доктора смотрели на новоприбывшего, а новоприбывший смотрел на них в ответ. Голос прозвучал из-за его спины, и с другой стороны появился его обладатель. Этот оказался женщиной. Черные волосы были связаны сзади в пучок, а ярко-голубые глаза были широко раскрыты, как и у первого. Удивление быстро сменилось озорной улыбкой, но дальнейшее оказалось скрыто закрывшейся дверью. «К чему бы все это?» — подумала Твайлэд. Дополнительная информация. Заголовки. На объекте XCOM присутствует строгая блокировка средств связи, созданная с целью избежать потенциальных утечек информации, однако командер Дэвид Брэдфорд имеет доступ у себя в офисе к бегущей строке с заголовками, которые могут оказаться связанными с проектом или же с вторжением пришельцев. Шлемы. Стандартное оснащение полевых оперативников XCOM включает в себя полнолицевой шлем, задача которого — предоставить защищенный доступ к средствам связи для бойцов, а также тактическую информацию на лету в дополнение к сокрытию личности и этнической принадлежности.